Всем привет! С вами вновь Андрей Лофт и давайте что-нибудь поделаем в фотошопе. Дизайн обзор номер 28. Это рубрика, где мы, я и вы каждую неделю смотрим, что же нового и интересного произошло в мире дизайна, хорошего, плохого. Восхваляем, критикуем, всячески пытаемся для себя подчеркнуть какие-то хорошие идеи и усилиться. Напоминаю, что каждый из вас всегда может зайти в группу ВКонтакте, у вас ссылочка есть в описании. Прекрасный белый мужчина на красный фон, который был помещен. Вы сюда заходите, переходите в самый конец обсуждалки, публикуете ваши новости, все просматриваю. С недавних пор мы с вами делаем перерисовки, то есть теперь я формирую не Excel-таблицу, а именно PSD-документ и смотрим ваши прекрасные работы, которые вы прилагаете на обзор. Если все проходит хорошо, то ловушка-совушка, жующий бутерброд, как всегда, довольны. И начну я с комментариев, я посмотрел, все прочитал. Два комментария, которые больше всего набрали лайков. Итак, первый пишет нам Виталик. Про буквоед не согласен, в ЧБ лучше выглядит как по мне. Это замечательный Виталик, потому что вы имеете право делать в дизайне все, что вы считаете нужным. Как говорится, чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц. И второй комментарий у нас. Олег пишет 13.00. Это отражение, а не растровый контент. А вот и нет, Олег, я тебе это покажу. Если ты сделаешь принт-скрин, возьмешь кривые и подожмешь тени, ты можешь посмотреть, что это не является никаким отражением. Это является у нас, собственно, фоном, который дизайнер поместил. Потому что у нас на отражении, как мы видим, есть вот они по краям черненькие. Мы видим геометрию этого отражения, что у нас идет, как построен растр. И в совокупности никакой связи между тем, что у нас на кромках и тем, что у нас в макете. Сочетание, значит, можно считать, что это был помещенный растровый контент, который был убит. Вот, собственно, так вы можете проверять, когда вам что-то каким-то образом затмевает разум. Всегда пользуйтесь кривыми. Ну, а сегодня у нас очень много интересных тем. Давайте же их смотреть. Уберем с вами интерфейс, клавишу B. Будем с вами оценивать. Итак, Андрей нам пишет. Привет, Андрей. Привет. В FIFA анонсировали логотип чемпионата мира по футболу. 2022. В Катаре. Оцени. Вообще, мы как-то уже смотрели с вами логотип. Как я понял, это были одни из версий, которые не до конца были утверждены. Либо же, может, они и были утверждены, но потом решили сделать редизайн и редизайн. Вот они варианты. Теперь это действительно уже утвержденные. Внизу мы с вами сейчас посмотрим привязки. В общем, в целом, что имеется в виду в новом логотипе, вы можете сейчас посмотреть на экране. И самое главное, это никакого смысла нет, потому что любой человек, который будет все это видеть, будет воспринимать работу как бы в лоб. Никаких вот этих вот пояснений, что мы там заложили, какие ассоциации, никто не будет понимать. Либо вы в конечном итоге визуально это доносите, либо это в любом случае потеряется в дожде дизайном. Что у нас здесь делали? Основная мысль, которую я хотел вам донести именно в этой работе, она прекрасно и замечательно, что уже молодцы дизайнеры начинают понимать, особенно на мировом уровне, что в логотипе не обязательно должна быть какая-то плоскость, не обязательно должен быть вектор. Можно использовать как растровый контент, так и 3D контент. Он также хорошо масштабируется, его также можно использовать в конечных носителях. Ведь логотип, он сам по себе не может существовать, он всегда применен какому-то носителю. В данном случае мы видим, как у нас здесь есть какие-то инсталляции и все остальное. Для этого вам просто необходимо N-ное разрешение. Его можно получить в том числе из 3D, либо даже из растров. Здесь замечательно это сделано. У нас есть очень классная работа, она абстрактная, но при этом она выглядит достаточно масштабно и в рамках какой-то такой локального мероприятия, которое там определенное время про это потом забудется. Это вполне себе выглядит хорошо. Вот это, конечно, бахрома, 3D, теневый рисунок, в совокупности, выглядит очень-очень абстрактно, но для такого события вполне себе пойдет. Самое главное, что мне нравится, что здесь именно псевдо, вот это вот 3D, псевдо какой-то растр, то есть нам действительно пытаются показать что-то объемно. Это здорово, потому что от этого можно уходить. Об этом диапазоне дизайнеры просто забывают. Все постоянно клишировано делают вот такие вещи, и это хорошо, но не забывайте, что можно делать и так. Дальше мы, конечно, все смотрим, как это у нас в привязках будет использоваться, потому что фирменный стиль это как раз когда мы графикой, то, что мы разработали, наполняем финальный носитель. Выглядит вполне себе масштабно, неплохо. Потому что в того работе, ну, за главной буквой безразрядки, хотя, видите, тут букву F, A, FIFA, молодцы, то есть обыграли, F как бы подрезали, она неплохо смотрится с буква, но все-таки небольшой бы разрядочек еще бы хотелось. Ну, а вот внизу то, что связано с Qatar 2022, ну, в целом пойдет. Опять же, мне как европеец, человек, который не привык воспринимать именно такую типографику, все это выглядит, ну, забавно, но я думаю, для этой страны, для их культуры это выглядит вполне себе неплохо, хотя буквы местами выглядят, ну, прям откровенно, криво, можно было бы немножечко подрисовать. Хотя вот этот нолик с внутренним символом прям вообще тянет на отдельный знак. Итого, очень хорошо, мне категорически нравится, особенно в отношении того, что было. Мы здесь видим как бы мир будущего дизайна, с моей точки зрения, это мир что-то объемного, мир 3D-шного, мир растро. Замечательно, так что классно. Ну, по сравнению с предыдущими, в рядами, которые прилагались, это, конечно, их в клочья разрывает. Поэтому можно смело поставить 9 баллов, именно я даже снижу не за растро, ну, темп, а я дело, что можно убрать, то, что всегда портит впечатление. То, что хочется все-таки шрифтовой работе, немножечко дать больше разрядочки, поэтому за это снижаю балл. 9 баллов смело можно поставить. Классно. Следующая новость пишет нам Дмитрий. Привет, привет. В одном из последних выпусков ты хвалил редизайн клубов белорусской хоккейной лиги. Та же контора обновила лого и всю айдетику для главного хоккейной страны, Динамо Минск. Что скажешь? Вообще замечательно, что есть студия, которая уже себе сделала имя на редизайне чего-то спортивного. И как знак качества говорит, вот мы уже умеем делать хорошо, поэтому если хотите что-то сделать, связанное со спортом, приходите к нам. Но это означает, что теперь, если вы как бы такой статус получили, вы не должны этот статус потерять, значит, вы каждый раз должны сделать хорошо. Итак, смотрим. Сразу видим у нас знак. Опять же, можете прочитать, что здесь дизайнеры студии вложило, хотя повторю, что все равно любой зритель будет воспринимать это все просто в лоб как работу, и других ассоциаций он иметь не будет. Здесь мы используем прям самые сильные правилочки зрения графики. Мы идем с вами через углы. Углы всегда максимально смотрятся графично. Потом мы с вами разрабатываем знак, исходя из каких-то параллельных. То есть у нас здесь параллельно, здесь все как бы одно вытекает из другого. Пытаемся вот это выдержать расстояние. То есть у нас... Давайте я дам какой-нибудь с вами другой цвет, чтобы вы видели, о чем я говорю. То есть вот это у нас расстояние равно этому расстоянию. И в совокупности у нас все выглядит хорошо. Есть у нас синергия. То есть вот эта ширина чуть уже, чем основной штрих. Этот штрих синхронизированный с этим. Замечательный знак. То есть вот абсолютно прекрасный крутой знак, в основе которого графичные правила. И с помощью них дизайнер разрабатывает конечную форму. Отлично. Десятибальная работа. Прям сразу ставим 10 баллов. Дальше мы все это должны с вами паковать в конечный фирменный стиль. И если мы уже заложили с вами в первую букву, которая является знаком какие-то правила, то нормальный графический дизайнер сильно не будет лениться. Он на основании этих правил разработает всю шифтовую работу. И мы здесь это видим. Абсолютно прекрасно сделано. Из буквы D те же правила переносятся на следующие буквы. У нас есть вот эти вот элементы, которые также выносятся. Создают какие-то динамики, спортивности. Классно и замечательно. Мы здесь не вносим никаких атрибутов устоявшихся. Типа эмблем, шильдиков, какой-то хоккейные там клюшки, либо шайбы, чего-то еще. Мы просто делаем классную хорошую шифтовую работу. Может быть букву еще чуть-чуть можно было бы сблизить М. Такой небольшой керник. Потому что видите, здесь АМ имеет вот эти вот штрихи. Еще давай мы такой имеем здесь баланс по плотности. Все-таки он как будто немножечко ускакал. Она тоже такая придирка. Итого, замечательно с вами видим, опять же, десятибалльная шрифтовая работа. Вот что значит, когда графический дизайнер понимает, с чего он начинает. И как он это, то, что он реализовал, дальше потом на протяжении абсолютно всей разработки применяет. Выглядит очень классно. Дальше у нас есть непосредственная иллюстрация. То есть мы должны показать этого зубра. И он очень круто нарисован. Но тут даже особо обсуждать не хочется. Опять же, принцип такой же. У нас есть острые углы. Безусловно, спорт любит обводки. Эти обводки нужно уметь правильно делать. Здесь они сделаны хорошо. У нас есть основная форма. Эта форма в эту как раз обводку отбивается. А внутри это обводка. У нас дополнительная графика, которая показывает контуры зубра. Выглядит очень классно. У нас используем всего два цвета. И третья у нас является как бы фоновой. Как будто прозрачность вот этих элементов. Все сделано через углы. Очень хороший, аккуратный вектор. Ну, что-то сказать. Всегда приятно смотреть работу крутого, сильного графического дизайнера. Замечательно все это сделано. Дальше нам как раз показано, каким образом все это рисуется. Мы здесь можем просто насладиться хорошим вектором. То есть хорошей графикой. Видим, что дизайнер знает, как вести кривые без е. Замечательно. Дальше все это, конечно же, можно стилизовать. У нас можно добавить орнамент белорусский. Все очень здорово. Потому что видно, как из одной сильной мысли вытекает следующая мысль. Либо ее стилизация. В общем, очень-очень круто. Что касается непосредственно формы. Ну, вот здесь это, скорее всего, уже менеджерная сталь. Такая очень достаточно сухая стандартная форма. Все-таки хотелось бы чего-то чуть более посмелее. То, что дальше, опять же, студия разрабатывает, исходя из тех графических правил, что заложила отдельные буквы, которые также будут применены, это замечательно. Потому что каждая буква, каждая цифра, это такой же знак, который ничем не отличается от всего остального. То, что мы привыкли воспринимать шрифт, что мы их скачиваем, используем, не означает, что их нельзя разрабатывать. Здесь все эксклюзивно сделано. Исходя из единых правил, этих углов, этих скосов, выглядит замечательно, выглядит очень круто. Дальше можно в конечном итоге посмотреть с вами уже какие-то 3D-шки. То есть, таким образом у нас все это будет привязано. И очень здорово смотрится, очень классно. Смотрим здесь форму. Ну, форма, с точки зрения, самая такая, достаточно простовата, скучновата. Здесь уж не стали заморачиваться, просто расположили. Ну, слишком уж слишком банально смотрится. Форма вообще не вызывает никакого ощущения, чего-то прям такого интересного, сильного. Вот устоявшиеся правила. И пока вот здесь, в этих носителях, все-таки боятся пойти дальше. Если уже в графике, в иллюстрациях, там дизайнер понимает, что можно кучу лабуды, устоявшиеся убирать, то здесь все-таки продолжают эти все делать однотипные клещевые решения. И выглядит очень скучно, сухо, неинтересно. А вот здесь мы уже видим с вами, как в том числе в 3D-шке все это реализовано. И в очередной раз смотрим, насколько классно выглядят буквы, насколько классно выглядят знаки. И в совокупности это очень-очень здорово. Даже если вот так вот просто на черном фоне сделать такую вот 3D-шку, потрясающе. Все это выглядит замечательно. Десятибальный проект. Очень сделано классно, очень сильно. Вот на таких работах графический дизайнер должен учиться. Ну а что касается непосредственно конечного носителя форума, тут уже, наверное, менеджеры вмешались. Сказали, давайте все-таки не будем ничего нового придумывать. Сделаем что-то классическое. Ну, классическое не значит плохо, но мы все-таки дизайнеры, мы это смотрим каждый день. Хочется чего-то тоже, чтобы нас удивили и нас восхитили. И все равно 10 баллов я поставлю. Очень-очень круто. Следующая новость. Евгений. Привет, Андрей. Привет. Ты вот видел, тут увидел новость, но ты, теперь и я это увидел. Кошинговая компания Винт обновила лого фирменный стиль. Давайте с вами посмотрим. Итак, у нас есть, опять же, те графические правила, с помощью которых сформирован конечный фирменный стиль. У нас есть цвета очень яркие, насыщенные. То, что сейчас в моде, в дизайне, уже беспроизвестно. У нас здесь есть шрифт. И в данном случае мы пока по частям воспринимаем, без совокупной какой-то логики, хороший шрифт, который является вертикально ориентированным, буква за ужин. Насчет этого у них есть предпосылки к заглавному набору. Хотя, видите, ПЕ у нас образует гигантское пространство. И вот проблема заглавной буквы. Где-то у нас неравномерная получается. Плотность где-то у нас меньше, где-то еще меньше. Ну и вот такие элементы выглядят, как будто у нас часть букв отдаляется от остальных блоков. Вот проблема всех заглавных букв. Дальше у нас есть 3D-шечка. К ней привязан логотип. Мы его сейчас посмотрим. И, что касается тени, это, конечно, всегда самое слабое в таких работах. Даже просто убрав эту тень, спокойно ее убирать, мы получаем более чистый дизайн. Более современный, более классический. Либо же тени надо просто уметь рисовать. То, что здесь сделано, это не тень. Это просто такая оляпистая ерунда. Теперь мы смотрим сам логотип. Опять же, очень классный знак, который имеет свои правила. У нас есть здесь по краям скругление. У нас есть динамика. Нам как бы пытаются показать некое направление, скорость. Ну, вот все, что связано с движением. Знак очень классный, замечательный, аккуратный, здоровский. Цвета используем те же самые. Все отлично. 10 баллов смелость это можно поставить. Можно посмотреть, как теперь отдельно данный знак у нас интегрирован здесь на, собственно, данный самокат. Выглядит очень и очень здорово. Также можно посмотреть 3D-шку, как у нас выглядит на кепке. Опять же, все замечательно. Смотрим, как у нас теперь. Ну, как раз мы и наполняем фирменные силы. То есть, в конечном итоге, как должны носители смотреться. Ну, тут у нас иконочка. Как же все выглядит хорошо. Хотя, может быть, чуть-чуть иконочку можно было смесить правее. Хотя, если идея именно совместить от края, чтобы отходило, возможно. Но напрашивается сделать чуть-чуть правее, чтобы не было дисбаланса. Здесь прям у нас все слипло. Здесь у нас расстояние. Также здесь видим, что буква V выглядит отлично, замечательно. У нас вот здесь. Теперь мы видим, как у нас оформляется будет непосредственно здание. Опять же, желтый цвет. Синий беспровищный вариант по восприятию. Ну, и, собственно, здесь у нас эти буквы. А вот тут мы теперь переходим к полиграфии. И тут мы сразу видим провал дизайнера, ну, либо же менеджера. Потому что здесь, получается, вся предыдущая разработка, что мы смотрели, начинает быть разбалансирована. Здесь вводится стиль, который не имеет никакого смысла к текущей разработке. У нас появляется у этих букв просто какая-то 3D-шность. Причем, сейчас мы внизу посмотрим, как они в вебе эту 3D-шность реализовали. Здесь она вообще неуместно смотрится. Это полный провал. И в совокупности, когда мы видим с вами еще полное название, Винт задается сразу вопрос, а почему шрифт? Здесь у нас, опять же, использован именно вот такой влоб, который стоит там в балде. Почему он не с курсивом? То есть не со стилем italic тоже не ясно. Это могло бы сблизить графику, смотрелось бы более интересно. И в конечном итоге как раз больше отражало некую динамику, которую вы и хотели показать вот в предыдущей разработке. А вот дальше, если мы переходим в веб, мы здесь видим, как они в вебе эту 3D-шность обыграло. Ну, было целое время, когда все эти тени все рисовали. Все было замечательно, здорово и классно. Но вот здесь как раз просятся две вещи. Первое, такой же курсив сделать, и второе, если вы делаете вот именно такую стилизацию, которая здесь уместна, это такая плоскостная стилизация, то в полиграфии вообще неуместно. И этот компромисс, который дизайнер сделал, зачем? Ну, буду надеяться, что просто на это настоял дизайнер. Но это очень-очень такой жирный минус в этой работе. Поэтому однозначно здесь можно поставить минус два балла. Один балл за вот эту 3D-шность. И вторую за то, что в совокупности, когда весь проект посмотрен, когда логотип уже виден во всех буквах, почему здесь не курсив, тоже не ясно. Итого минус два балла, 8 баллов можно поставить. То есть мало просто сделать хороший знак, мало использовать хорошие цвета, дальше нужно все остальное доделать. Но в совокупности, конечно, сама мысль, как показывает полиграфия, очень классно. То есть у нас ярко выражен какой-то объект, и за счет цвета, за счет пространства и заголовка мы, собственно, доносим информацию. Но дальше все в мелочах. И вот эти мелочи, конечно, вызывают большие вопросы. Следующий вопрос. Ярослав, Лов, привет. Привет. Оцени недавний ребрендинг компании Торкс, которая занимается производством стальных дверей. Все его было справа встало. Итак, у нас был логотип, у нас была надпись, у нас строчный набор, первая большая буква стальной малой, и у нас в букве Т была как раз сделана дверь. И стальные двери приписка была внизу. Какие проблемы у данной графики? Ну, первое, не очень понятно, зачем здесь разбалансировка идет. Здесь у нас широко, здесь у нас более тонко, не очень ясно. Ну, хотя даже если они пытались синхронизировать с буквами, здесь буква О, здесь имеет широкий штрих, здесь узкий, все равно здесь не так контрастирует, как здесь. Что в новой работе мы получили? Мы получили тотальный строчный набор с большого разрядка. Это уже провал, это китайский набор, то есть надо буквы сближать, делать кернинг. То есть зачем все это сделано, не ясно. То есть вот это вот расстояние всегда выглядит ужасно. То, что здесь пошли, опять же, по углам и по буквам, которые стремятся к примитивам, это отлично. То есть в конечном итоге графика стала смотреть более монументально, более строго. Это классно. Но здесь потеряли очень хорошую сюжетную часть в виде вот как раз вот этого вот двери. То есть как бы отказались от знака, и этот вроде как знак его перерисовали просто в пустую полоску. Очень странно это выглядит. Букву Т вполне себе можно было бы оставить, и уж совсем в малый набор не уходить. Я понимаю, если бы в исходной разработке вот этой идеи бы не было, тогда ее можно было бы убрать и перерисовать буквы. Но здесь ее можно было бы оставить. Опять же, буква Т здесь загладно так бы смотрелась, ну как Х. То есть это просто обычное сочетание двух прямоугольников. И также букву Т могли бы обыграть этим самым знаком. То есть ее могли бы получить вполне себе там дверь и дальше уже там что-то подрисовать. В общем, идею потеряли, это очень плохо. Сделали, хорошая шифтова работают хорошо, но в ней сделали китайский набор. То есть дополнительную большую разрядку между буквами, это плохо. Итого, минус один балл за потерю идеи, минус один балл за то, что у нас буквы строчные разряжены, это всегда выглядит плохо. И откровенно вот эта вот полоса такая беспомощная, которая опять же по контрасту толще, чем буквы, также она к себе вызывает вопрос, и вообще она здесь зачем? Если хотели, просто цвет поставили, ну бы либо в торкс, либо в букву Т, либо в О. То есть это бессмысленный элемент, который не формирует конечный визуалерат, еще минус один. И как раз здесь вот эта полоса, если вы скажете, что они хотели это сделать как в виде знака, так нужно даже было до конца там прямоугольник какой-то дожимать. Здесь выглядит абсолютно беспомощный. Итого, минус три балла, семь баллов этой работе можно поставить, хотя буквы нарисованы классные, но дальше почему-то дизайнер не пошел, для того, чтобы свою же мысль до конца дожать. Ну, либо же это все, опять же, менеджер настоял, генеральный директор, потому что мы не знаем. Семибальная работа. Данил, следующая работа, следующая новость. Привет, Лох, привет. Логотип к 300-летию Кузбасса. Ну, давайте сначала посмотрим. Вот, собственно, у нас эта разработка. Сначала, чтобы вы посмотрели, то есть у нас раз слайд, есть два слайда, то есть уже тут фирменный стиль. Дальше можно посмотреть логотип, монохромная версия, и, собственно, у нас амбассадор, я так понимаю, данного дизайна. Что тут сказать? Это такая беспробудная, типичная российская фигня. Ну, это как раз то, что у нас вот отражение прям личности, которая это показывает и пытается до вас это донести. Прямо абсолютно идеальный визуальный ряд такого бессмысленного, тупого дизайна. Давайте с вами посмотрим. Если не ошибаюсь, это Николай Валалуй в боксер. Вот именно такое спортсмены должны рекламировать. У нас просто, ну, понятно, что когда дизайн не имеет, дизайнер не имеет какое-то свое мышление, какого-то скила, он смотрит какие-то тренды и пытается кому-то подражать. И он думает, дай-ка я сделаю максимально криво, косо, коряво, сошлюсь на какие-то тренды, а вось проканет. И вот тут начинается вот эта вот вся хрень. Все начинается с обычной шрифтовой работы, которая вообще невнятна, непонятна. Все криво, косо, налеплено. Где-то у нас здесь что-то заужено, где-то наоборот мы слипли что-то, то есть у нас все слиплось. Мы используем анабодку, все накидываем, лишь бы, лишь бы что-то получилось. Полная беспомощная хрень, нулевая работа по всем параметрам. То есть тут вообще нечего смотреть. Я вас всех отправляю, посмотрите логотип Dota Auto Chess китайцев. Там та же самая фигня, мы с вами разбирали это в одном из обзоров. Такие вещи я рисовал или шесть назад, и мне за них стыдно очень. Но сейчас почему-то дизайнеры все это оживили, начинают вот эту вот хрень, беспомощность свою, феноменальную некомпетенцию показывать в виде бренда. В общем, нулевая работа, даже за старания стоять не хочется. Теперь мы приходим к фирменному стилю. Ну то, что здесь как бы лестничный градиент из иллюстратора, это мы особо трогать не будем. Абсолютно бессмыслиться. Просто набор каких-то кривых, косых линий. Особенно это конторсирует с теми работами, которые мы только что до этого посмотрели. Вообще дизайнер не понимает, что он делает. Тотальная беспомощная работа какой-нибудь девочки из администрации, которые сказали сделать что-то, она сделала, там все восхитились и дальше в тираж. Под это, безусловно, потом нужно будет подвести какого-то очередного депутата-спортсмена, который занимается очень важной, нужной своей деятельностью, социальной политикой, которая говорит, что спорт это классно и все остальное. Тотальная беспомощная хрень. Нулевой проект абсолютно. Никакого смысла, никакой графики. Все полная чушь. Что касается, там были, я посмотрел, там в одежде, какие-то еще были проблески, там какая-то одежда они попытались сделать и то все равно там провалились, там максимум, что какая-то только нижняя часть, то есть шорты или там штаны более-менее как-то смотрят, все остальное. Ну просто хрень. И вот вам типичные российские проекты, где дизайнеры не понимают, что он делает вообще. Вот просто лишь бы что-то накидать, сослаться на какие-то тренды, безсмысленно, криво, косо, аляписто. Очень-очень плохо. Ноль баллов. Тут даже за старание ставить ничего не хочется. И последняя новость на сегодня, ее сразу два подписчика написали, давайте я прочитаю. Сначала он пишет Андрей. Привет, привет! Sony анонсировала Only on PlayStation Collection, то есть обновленный бокс-арты некоторых эксклюзивов. И Алишер нам пишет. Привет, Андрей, привет! Кажется, ты можешь в предсказаниях в британском магазине Game в продажу поступили эксклюзивы Sony для PS4 в обновленных минималистичных обложках. Ну давайте же посмотрим. Для начала сами обложечки, но потом я вам в сравнении нашел, то есть оригинальный. Обложки так. То есть у нас вторая игра, God of War. У меня PlayStation есть, хотя я не знаю, надо называть прям игроманом каким-то, но вот в чате этих игр я, конечно же, играл. Ну а здесь посмотрим, посмотрим. Вот Uncharted играл, Last of Us играл. Ну а теперь в сравнении давайте посмотрим с оригинальной обложкой, ну и которая в том числе и будет, то есть с другим подходом. Сначала, чтобы вы сами посмотрели, теперь я вам дальше скажу свое мнение, мысль в конечном итоге. Spider-Man God of War или War, как угодно называйте. Это вот как раз типичный пример мир прошлого, дизайна, мир будущего. Никогда в современном мире и в будущем вы не сможете, неважно, какой стилизации, переиграть супер офигенный сюжетный, растровый контент, либо 3D-шный. То есть это все стилистика и когда либо нет у нас эксклюзивного цифрового художника, либо нет мощностей, мы переходим с вами в более пониженную в прошлую систему 2014 года, 2013 года, некая стилизация под вектор. Либо же второй вариант, настолько мы уже там все продали, но хотим еще раз, чтобы люди купили эксклюзивные, лимитированные коллекции, мы что-то от обратного делаем. Но всегда в основе хорошей и сильной разработки лежит растровый контент, сюжетный, куда приглашают специалистов высокого уровня, художников цифровых. Вся вот эта вот обложка, вот эта обложка, здесь ходит куча графических элементов, которые нам мешают рассмотреть вот эти вот исходные данные в виде очень крутой иллюстрации. Просто в клочь разрывает эту стилизацию 2013 года в векторе. Насколько же беспомощно все это смотрится. Если вы сейчас, глядя на левую часть, если вы являетесь дизайнером, вам кажется, что это вполне себе неплохо, варианта два. Либо вам не хватает компетенции сделать, либо с помощью исходников создать какой-то просто мне, как кажется, вы еще только находитесь в начале пути. Дизайнер после трех лет всегда понимает, что любой растровый мир либо 3D-шний мир, он всегда переграет по восприятию. А дальше ваше умение все это показать. Это же просто стилистика. Это куда более низкий подход, когда мы показываем некий визуальный ряд, чем вот здесь. И поэтому всегда, когда вы видите, так только игры разрабатываются, там в 95% случаев используется растровый контент какой-либо. Все вот это это стилизация, стилистика. Она всегда более слабая по восприятию. То же самое здесь если посмотреть, но вот идея вроде плюс-минус одинаковая. То есть у нас здесь одна форма, вторая форма, там они сделаны. Здесь тоже у нас через отравочные маски все поставлены. Насколько растровый контент сюжетный, который имеет градацию цветов, объем и так далее, насколько он воспринимается по-другому. Поэтому всегда у нас в высшей лиге будет находиться растровый контент 3D-шный, а уже потом, либо когда мы хотим что-то стилизовать, либо чтобы еще раз купили товар, то мы должны как раз отойти от самого лучшего такого золотого gold collection идеи в дизайне в растровый контент и понизиться это до некоторой векторной графики стилизации. Всегда такое решение будет проектом растрового контента. Уже в современности это так, в будущем так тем более. Но, чтобы еще раз люди купили себе, нужно показать что-то альтернативное. Вот такой сегодня получился дизайн-обзор, но перед тем, как его заканчивать, мы с вами перейдем и посмотрим какую-нибудь работу. У нас последняя работа была, это Оливейра Лукас. Мы тут наставили наших лукасов. У нас достаточно много получилось, 19. Что-то вы вообще ленитесь, ребят. Ну что, рубрику что-ли будем закрывать? Вот если в следующий раз не увижу 50 лайков, все, закрываем саму рубрику. Знаешь, вам стало неинтересно поддерживать других дизайнеров. Пишем, копируем Найс, Александра. Идем с вами в поиск и давайте сегодня куда мы с вами поедем. проекты. Нам не нужно выставления, нам нужны самые недавние, все творческие области и давайте с вами сегодня посмотрим что-то связанное ну допустим с брендами. Едем сегодня с вами, куда мы поедем с вами, выберем с вами страну, пусть у нас будет, давайте пойдем с вами на Кубу, применить фильтр. У нас сегодня с вами 28 дизайн обзор, считаем 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 27, хотя пингвин очень клево выглядит, но 28. Итак, iOS, Apple, Ала Месса, это у нас сделал Гути Ерос, давайте посмотрим, кстати 12 лайков, да что, итак смотрим, такой миленький логотипчик, у нас здесь растровый контент, так допустим, смотрим внизу, так аккуратненько, расстояние, ну вполне себе вы знаете, очень-очень достойно, хотя вот растр не доделан, то есть у нас нет хроматического баланса, ни объема, ни контраста, поленились, зато макапы скачивать научились и вставлять, это здорово, смотрим ниже, ниже, в общем такой видимо большой-большой проект, все это в фотошопе у нас в артбордах сделано, ставим с вами лайк, пишем с вами комментарии, хотя уже комментарии есть, найс, опубликовать комментарии, ссылочка у вас будет под этим видео, переходите, лайкайте, поддержим, собственно, нашего коллегу, на сегодня это все, вот такой получился дизайн обзор, с чем согласны, пишите, с чем не согласны, тоже пишите, комментарии я ваши читаю, публикуйте ваши новости, потому что их очень много, может быть на этой неделе выйдет еще второй дизайн обзор, чтобы мы потихонечку, потихонечку, параллельно с вами уже были по осмыслению того, что происходит, а то я уже смотрю новости, которые вы делали две недели назад, а вы хотите, чтобы я что-то свежее обсуждал, в общем, думаю, появится. Ну, на сегодня это все, с вами Андрей Лов, всем пока! Продолжение следует...